Приветствую вас. Давайте разберем, рассмотрим ваш текст, который вы написали. Вы пишете, что боитесь потеряться. Вы думаете, что у вас появляется мечтал о том, что его убьют. Ну, условно говоря, в Москве его убьют. Значит, что здесь можно выделить? Ну, в целом, мне почувствовалось, исходя из того, что вы написали, мне в целом почувствовалось, в первую очередь, наверное, тревожность некоторая, да? Вот. То есть, некая такая вот стрессовость перед будущим, перед возможностью неопределенностью. Вот. Страх боли, здравия, здравия. Ну, может быть, у вас были в прошлом эпизоде опыта, не проживая боль и утрата. То есть, когда была утрата, вы ее вот не проживали до конца, вот себе подавляли и, соответственно, отсюда появляется неумение обращаться с потерей с одной стороны. А с другой стороны, ну, речь идет, конечно, про одиночество, то есть, честно говоря, некоторое игнорирование, вот давайте назовем это так, игнорирование себя, да, игнорирование в себе каких-то моментов, ну, игнорирование себя, я бы сказал, здесь, знаете, себя как ценности, да? То есть, вот, игнорирование себя, как, ну, как ресурсы, наверное, то есть, не для того, чтобы функционировать достаточно хорошо, да? Ну, для этого нужен другой человек, условно говоря, ну, например. Вот. И, как мне кажется, здесь вот такой элемент, он предусматривает, конечно, вот. То есть, в этом, понятно, ничего такого особо хорошего нет для вас, вот. Ну, такой момент и. Следующее, убьют мужа, значит, картинки, картинки, такие вот, ну, убийства и прочее. Я бы сказал, что внутренне вам сложновато от того, что у вас не простроено, не структурировано, по-видимому, личное пространство свое. То есть, вот, оно у вас не прочерчено, я бы вот, я бы, я бы так это выразил, оно у вас не про, оно у вас не про, не проработано. Вы, на мой взгляд, ну, вот, я бы сказал, его достаточно плохо ощущать, если, мне кажется, вы его не ощущаете. Вот, отсюда возникает подавленная злость и агрессия на мужа, подавляемая вами, но, тем не менее, прорываемая, прорывающая себя, как мне кажется, периодически на поверхность. Вот. Реакция вполне нормальная, реакция вполне естественная для, потому что, ну, если вы себя ощущаете, там, условно, не свободны, то, понятно, что вы будете пытаться, так или иначе, себя, ну, как бы, освободить какой-то. В какой-то степени. Вот. А, ну, тут все-таки вопрос касается, именно, вот, личного пространства, личного пространства, личного пространства, свободы. То есть, словно говоря, если, вот, если, ну, все или много в вашей жизни связано с мужем, да, то есть, вот, ну, именно с ним. Вот. То, ну, вот, в таком случае можно говорить о том, что вы чувствуете себя к нему привязанной, вот, и вам, естественно, не очень хорошо. Вот. Вот. И, в данном случае, это, ну, позиция, она вполне себе адекватна. Просто потому, что, это, естественно, реакция психики на, вот, как раз, подобные, на подобные пизоды. Вот. А, следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Значит, сильная любовь, а, очень, наверное, привязанность. Вообще, привязанность, это нормально, но вы не готовы его отпустить. А, вы не готовы его отпустить своего мужа, я имею в виду, вы не готовы его отпустить. Мне кажется, что с этой вот, вот, не готовность отпустить человека, человека, нужно работать. Потому, что, парламент, это, ну, 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 для вас это достаточно тяжело. Для вас это достаточно напряженно. Вот. А, то есть, в целом, мне, вот, кажется, что вы не слишком интересуетесь, ну, в принципе, своей жизнью, что ли, наверное. Вот, мне так кажется, судя по тому, что вы, вот, говорите, судя по тому, что вы описываете, вот, мне кажется, что не очень вы интересуетесь своей жизнью. Вот. Могу, могу ошибаться, конечно, нет всякого сомнения, могу ошибаться, могу быть. Не прав, не прав, ну, вот, мне кажется, что не слишком интересуетесь в своей жизни. Если это так, то, наверное, в жизни нужно повышать, потому что иначе энергия, которая, ну, ваш потенциал, он, по сути, старается, вот, уходит на, вот, излишнюю привязанность к мужу, вот, которая перерастает в, к какой-то степени, в, не свободу, вот, ну, вашу, 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 вашу свободу личную, вот, а это, соответственно, ваша личная несвобода, она вызывает агрессию. Вот. То есть, в какой-то степени, в какой-то степени, ага, получается, верный круг, в какой-то степени. И на мой взгляд, на мой взгляд, по моему такому скромному мнению, как бы это составляет суть вашей проблемы. Ну, т.е. не суть вашей проблемы, прям проблемы, а это, знаете как, может быть даже, там, проблемы как таковой, может быть это назвать нельзя, да, т.е. может быть вы не согласны со мной с том, что это, ну, может быть вы не согласны со мной в том, что, допустим, что я могу называть проблемой, что я могу считать проблемой, поэтому не согласны. Вот. Момент, ну, важный момент в том, что вот эти аспекты, влияют на вас и, ну, в какой-то степени из-за них вы тяготите и к тем элементам, которым тяготит, тяготит. Вот. Я бы, ну, я бы так сказал здесь. Я бы вот, ну, в таком, в таком ключе бы, значит, оставил вопрос. И, значит, соответственно, вы говорите, помогите разобраться в себе и понять, как перестать проживать за его жизнь. Это хороший запрос, вот, но это запрос на работу, это запрос на психотерапию. Вот. Это, понимаете, не та история, которая, на мой взгляд, решается, вот таким вот ответом на ваш текст, небольшой текст и так далее. Ну, потому что у вас своя история, у вас своя жизнь, у вас свой опыт, который вы, конечно же, экстраполируете на свою текущую ситуацию. Вот. Все это нужно изучать, все это нужно исследовать. Ничего не получится, в принципе. Вот. Ага, вот, как бы, такой аспект. Как мне, как мне, как мне, как мне, как мне, как мне, Кажется, такой момент, как мне кажется, по крайней мере, то, что я могу выделить в контексте того, что вы говорите. Что меня настораживает в этой ситуации, так это то, что вы хотите с чем-то справляться, чего-то не делать. Мне кажется, что переживать за жизнь близких нам людей, да, в принципе, нормально. Мне не кажется, что это чем-то аномально, ну, то есть, если, значит, если этого не происходит, да, вот, то, что это, ну, мне кажется, это уже повод немножко атак, кстати, побеспокоиться. Поэтому, как бы, я думаю, нужно учить, ну, учесть, вот нужно учесть тот факт, вот, что беспокоиться за наших близких, это норма, абсолютная норма. вот. Другой вопрос, да, насколько это, ну, адекватно вам? для вас это естественно, насколько это для вас ресурсно, понимаете? вот это уже момент. Достаточно важный момент. причем. Ну, ну, потому что, на вас это, на вас это влияет, ну, ну, как, ну, как мне кажется. вот тут, 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 в принципе, можно работать в этом направлении. вот примерно такой ответ я могу вам дать, ну, с точки, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения, ну, с точки зрения, ну, какой у меня опыт работы и так далее. Опять же, я не хочу сказать, что, что, то, что я озвучил, да, это вот сто процентов, ну, сто процентов верный правильный. Нет, это не 100% верные правила, могут быть разные моменты, могут быть разные аспекты, могут быть разные истории и так далее, и это нужно учитывать тоже. Так что, если вы хотите измениться, то старайтесь думать о том, чтобы начать серьезно разбираться. Вот это, значит, старайтесь в этом. Ну, уделять на это больше времени, уделить на это больше ресурсов. Я бы так сказал, вот, значит, ну, с точки зрения психотерапии. Вот, 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 эм, такую ответ я могу вам дать. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Так, вот, вот, значит, обращайтесь, обращайтесь за помощью к любому специалисту, вот, который вам, ну, это кажется интересным. Вот, и которым вы решите, ну, ну, довериться, да, которым вы решите доверить свои проблемы. Вот. С которым вы решите, там, ну, условно говоря, делиться чем-то. Вот, это, как бы, ну, в общем, в общем целом, это то, на что я хочу обратить ваше, ну, ваше, ваше внимание. Вот, эм, потому что это важно, опять же, потому что это, ну, 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 действительно это важно, это очень важно на самом деле, на самом деле. Вот, значит, эм, значит, эм, все так, все так, да, на этом, эм, все. Эм, я надеюсь, эм, что это было вам, эм, интересным, эм, вот, надеюсь, что, эм, для себя, ну, определенные вы, 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 вы сделаете. Вот, эм, всего вам самого доброго, удачи!